Александр Лукашенко встретился с лидером Китая Си Дзиньпином, а Финляндия второй раз закрыла границу с Россией. Об этом снимала и писала пресса на прошлой неделе, а мы сейчас расскажем, какие фальсификации и манипуляции на эти и другие темы допустили различные СМИ. Я Алена Чернявская и вы смотрите Weekly Top Fake. Начинаем. Финляндия снова закрыла границу с Россией. Первый раз это было сделано в ноябре, когда из-за наплыва беженцев временно прекратили работу все 9 контрольно-пропускных пунктов. К середине декабря два из них заработали, но проработали только сутки, так как поток беженцев в Финляндию только усилился. А белорусский депутат Олег Гайдукевич в клубе редакторов «На Беларусь-1» рассказал, как без российских туристов банкротятся финские туристические центры. А заодно с ними похоронил и вильнюсский Акрополис. Финский комплекс, это второй комплекс. Тот, что России принадлежал, это понятно, за копейки, представляете, разорились. Такая же ситуация, сегодня прочитал. Акрополис, Вильнюс, для кого его строили? Это же символ наших, так сказать... Символ смысловов! Я даже однажды был в этом раю. А представляете, рожи там продавцов в последние годы, кто туда ездит? Мы не нашли подтверждения информации Гайдукевича, что у литовского Акрополиса все плохо и он банкрот. Наоборот, по итогам прошлого года компания отчиталась, что ее финансовые результаты улучшились, оборот арендаторов ее пяти торгово-развлекательных центров вырос и вернулся к допандемийному уровню. И хотя посещаемость торговых центров еще не вернулась к допандемийным временам, но 98% площадей торговых центров заняты магазинами. Все работают. Более того, компания расширяется и в скором времени начнет строить в Вильнюсе еще один Акрополис. Друзья, если вы недавно были в Акрополисе, напишите внизу под видео, похож ли он сейчас на разорившийся торговый центр. Только предварительно убедитесь, что для вас это будет безопасно. А Гайдукевич за то, что поспешил разорить популярное место шопинга у белорусов, получает пятое место нашего фейк-чарта. Для белорусских врачей после ординатуры увеличили обязательную отработку с 2 до 5 лет. А информационное агентство Белта выпустило сюжет об успехах белорусского здравоохранения и вспомнило ложную цитату Александра Лукашенко 4-х летней давности. Буквально в прошлом месяце наши хирурги, можно сказать, совершили чудо. Прооперировали недоношенного ребеночка на шестой день после его рождения. Вес чуть больше килограмма. Операция на сердце. Нигде в мире ничего подобного еще не делали. Потому что для такой операции младенец должен весить, по-моему, 2,5-3 килограмма. Этот случай действительно был. В 19-м году белорусские медики провели операцию по коррекции врожденного порока сердца у ребенка весом 1 килограмм 135 грамм. Такие операции редки, но все же их проводили и до белорусских медиков. Они далеко не первые в мире. Вот, например, в 2018 году украинские кардиохирурги прооперировали сердце ребенка весом чуть больше килограмма. В 2017 году в Испании прооперировали новорожденного весом 1370 грамм. В 2017 году в Индии прооперировали младенца весом менее 500 грамм, и ребенок выжил. А этот случай был вообще в 2011 году. В Индии операцию на сердце принес ребенок, который весил 580 грамм. И это только некоторые случаи. Но Александр Лукашенко за то, что так хвалил белорусских медиков, что обесценил достижения всех остальных. И Белта, которая эту неправду повторяет, получает четвертое место у Weekly Top Fake. На границе Беларуси с Литвой и Польшей большие очереди из легковых и грузовых автомобилей. А на СТВ рассказали о том, как поляки теперь ездят на предпраздничный шоппинг в Беларусь. Цены на автобусные билеты из Польши в Беларусь перед новогодними праздниками выросли в 2-3 раза. Объясняют это спросом на белорусский безвест. В этом году в Бресте приняли свыше 36 тысяч поляков, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. И закупы теперь с приставкой «Бай». Не страшат жителей Польши и систематические угрозы их правительства. Закрыть границу. На билеты в Беларусь и правда хороший спрос. Правда, причина в поляках, которые едут на закупы, или в белорусах, которые возвращаются на праздники домой, судить не беремся. А вот как в Бресте приняли в 2 раза больше поляков, чем в прошлом году, объяснить можем. По данным погранкомитета, Беларусь за прошлый год по безвизу посетили 22 тысячи поляков. А поскольку ввели безвиз в прошлом году только 1 июля, то получается, что эти 22 тысячи – поток за полгода. А за почти целый 23-й год приехали 40 тысяч поляков. Вроде как в два раза больше, но ведь на СТВ сравнили цифры за полгода и год. А по факту в этом году перед праздниками поляки едут в Беларусь даже меньше, чем в прошлом. Мы сравнили данные погранкомитета за конец прошлого и этого года. В 22-м каждую неделю в Беларусь приезжало чуть более тысячи поляков. В 23-м уже менее тысячи. Поток сократился на 10-20%. Кстати, теряют интерес к Беларуси и литовцы с латушами. В прошлом году в среднем приезжало по 30 тысяч граждан Литвы в месяц. В этом 21 тысяча. Поездки граждан и не граждан Латвии сократились с 13,5 до 10,5 тысяч в месяц. Ну а СТВ за то, что насчитал двукратный рост потока поляков на шоппинг за белорусскими брендами, получает бронзу нашего еженедельного рейтинга «Неправды». А этот фейк никак не связан с новостями прошедшей недели. Политолог Петр Петровский и ведущий Григорий Озаренок просто просуждали о том, что белорусы слишком западноцентричны, то есть ориентированы на Европу, а на самом деле надо бы на восток. И поженили дочь князя Витовта не с тем московским князем. Вообще-то Литва, Великое княжество Литовское – это Русь. Литовская Русь. Ну да. Просто они взяли, противопоставили эту Русь Руси и Московской. Хотя дочка Великого князя Литовского Витовта являлась женой… Не Александра Невского. Московского князя Василия Темного. И сегодня ее могила находится в Свято-Успенском соборе Кремля, дорогие мои. И правда, дочь князя ВКЛ Витовта, София, не могла быть супругой Александра Невского, потому что родилась лет через сто после его смерти. Но и женой московского князя Василия Темного, как утверждает политолог, София тоже не была. Просто потому, что Василий Второй Темный – это ее сын. Она была женой Василия Первого. А Петр Петровский за то, что перепутал московских князей, получает серебро нашего фейк-чарта. Лукашенко слетал в Эмираты, Китай и три страны Африки для активизации и налаживания экономического сотрудничества. Переговоры с Си Дзиньпином были запланированы продолжительностью в час, но продлились три часа. А руководитель «Беларусь-1» Иван Эйсмант и депутат Олег Байдукевич заявили, что такси принимает только Лукашенко. С лидерами западных стран он вообще отказывается и здороваться, и встречаться. Так легко встретиться с руководителем Китая. Да многие лидеры Европы не могут с ним встретиться и ссорить. А я вас на 30 секунд. Меньше часа лидер КНР уделил канцлеру ФРГ руку не пожал, полчаса беседовал с Макроном. Вообще не стал разговаривать с Урсула. А почему? Все совсем не так. Пойдем по порядку. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на самом деле общался с Си около двух часов. И он был первым лидером, посетившим Китай после пандемии коронавируса. Было это еще в ноябре 2022 года. В то время в Китае были строгие антиковидные ограничения. Именно поэтому он и Си обошлись без рукопожатий. С президентом Франции Эммануэлем Макроном Си Дзиньпин провел два дня во время его визита в Пекин. В первый день были запланированы полуторачасовые переговоры. В другой, во второй половине дня, неформальная встреча в провинции Гуанчжоу и совместный ужин. И, как сообщает китайская пресса, они тепло попрощались только с наступлением сумерек. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйм встречалась с Си в этом году даже дважды. Первый раз в апреле, когда прилетала туда вместе с Макроном. И совсем недавно, 7 декабря, когда в Китае проходил саммит Китай-ЕС. А теперь о том, о чем на Беларусь-1 не рассказали. В октябре в Пекине прошел третий форум «Один пояс, один путь». Там собрались руководители более 20 государств, которые участвуют в этой китайской инициативе. Лукашенко был на первом таком форуме в 2017 году. Си Дзиньпин пригласил его на второй форум в 2019 году. Летом этого года, поздравляя Си с днем рождения, Лукашенко прямо в тексте поздравления намекнул, что готов приехать на форум в этом году. Но, несмотря на намеки, приглашение от Си Дзиньпина так и не поступило. Лукашенко в первый раз на форум не пригласили. Тревожный сигнал. А ведь руководство страны уверяет, что Беларусь – это важнейший логистический плацдарм для Китая, без которого один пояс, один путь невозможен. Но Олег Гайдукевич и Иван Эйсман за то, что преувеличили исключительность контактов Лукашенко с Си Дзиньпином, получают золото рейтинга неправды. Если вы находитесь за пределами Беларуси или уверены в своей безопасности, ставьте палец вверх этому видео, подписывайтесь и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Это все фейки, о которых мы хотели вам рассказать. Спасибо, что досмотрели выпуск до конца. Наших подписчиков на Патреоне ждет небольшой бонус, а с вами была Алена Чернявская. До новых фейков на следующей неделе.